Привет-привет, с вами Алиса. Сразу скажем, что это новости из мира электромобилей и не только за пятницу, но, как сами понимаете, в понедельник. Так бывает, что Аня заболела, а Настя постоянно работает. Но это жизнь, и подобное случается. Надеемся на ваше понимание. Несмотря на это, у нас для вас есть много новостных тем от концерна GM. Также нас приятно порадовали в Renault анонсом новой модели, а в Hyundai рекламой первого электромобиля от нового суббренда IONIQ. Уверены, что вам уже интересно, поэтому не задерживаемся и начинаем. Начнем с вот такой вот картинки. Как минимум забавно. Теперь это не лимузин, а лимфузин. Согласны? О серьезном. Porsche подвели итоги продаж за 2020. Бренд из Stuggart реализовал 272 162 авто. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Но немецкого производителя скорее всего радует другой показатель. Как мы помним, на прошлый год был план по продаже электромобиля Taycan, а именно 20 тысяч электроавто. План выполнен. Всего продано даже на 15 электромобилей больше. Исходя из этого, легко посчитать, что доля электрокаров в общих продажах Porsche в прошлом году составила чуть больше – 7,3%. К слову, под Новый год мы также сделали итоговое видео по всем новостям от этого бренда за весь 2020. Рекомендуем к просмотру. Электрокроссовер Tesla Model Y получил все пять звезд от Национального управления безопасностью движения на трассах, которые входят в структуру Министерства транспорта США. Традиционно были проведены различные краш-тесты, как то лобовое столкновение, удар вторым автомобилем вбок, возможность переворота авто и подобные. К примеру, тест на лобовое столкновение имитирует удар двух машин, каждый из которых движется со скоростью 35 миль в час. Или же боковой удар. Он моделирует столкновение на перекрестке между стоящей Tesla и движущимся авто на скорости 38 миль в час. Есть тест на боковое столкновение с неподвижным объектом, например, деревом или опорой. Его Tesla Model Y также прошла на отлично. Еще оценивалась безопасность каждого сидения. В итоге передние и задние получили по пять звезд. Теперь подробнее о презентации от General Motors в рамках выставки CES 2021. Компания продемонстрировала серию концептуальных продуктов для разных сфер жизни. Но начнем с крупных изменений в мелочах концерна. Как видите, он сменил логотип. Сделано это якобы под влиянием процесса электрификации всех продуктов от GM. Подобное происходило всего пять раз за более чем столетнюю историю. Конечно, на вкус и цвет сами знаете. Но кто видит, как и мы, слоника в новом лого, тот ставит пару плюсиков в комментариях. Надеемся, что слоник это все же не наши галлюцинации. Теперь перейдем к электромобилям и концепциям, которые представил концерн во время своей презентации. Начнем с более реальных на сегодняшний день разработок. General Motors объявили об открытии нового бизнеса – Bright Drop. Гендиректор Мэри Барра назвала его наиболее разумным способом доставки товаров и услуг от первой до последней мили. В планах у концерна единая система электрических продуктов. Но в этом году на рынке США дебютируют только два. В первой половине анонсирована модель EP1. А в конце года бизнес порадует развозным фургоном EV600. Как вы поняли, они разрабатываются для фирм, связанных с логистикой. Есть прогнозы, что к 2025 оборот в сфере доставки, и это только в США, составит 850 миллиардов долларов. Как видите, в General Motors рассчитывают на свой кусочек от этого пирога. Если говорить о первом продукте, который выйдет на рынок, то он имеет название Electric Pallet или же EP1, что дословно переводится как электрическая палетта. Регулируемые стеллажи с дверьми имеют объем в 651 литр, а грузоподъемность до 91 килограмма. Это устройство подстраивается под тем ходьбы оператора, но не более чем 5 километров в час. Фургон, как уже сказали, появится на рынке во второй половине года. Он сможет перевозить до 4,5 тонн в 17 квадратных метрах грузового пространства. Порадовать может запас хода в более чем 400 километров. Все благодаря системе батарей Ultium. В концерне сообщили, что уже завершены пробные испытания этих продуктов в партнерстве с FedEx Express. К примеру, при работе с EP1 курьеры обрабатывали на 25% больше заказов. Смотрят в GM и в сторону пассажирских перевозок. И, так сказать, нестандартного индивидуального транспорта. Это подтверждает беспилотный шаттл и одноместная воздушная капсула с вертикальным взлетом. Пока это только дизайнерские концепции. В отношении электрического бусика, конечно же, мы услышали такую формулировку. Шаттл-компания рассматривает не столько как транспорт, сколько как пространство для общения группы друзей или семьи. Поэтому автономная капсула сделает для пассажиров подстройку температуры, освещения и влажности, которые будут соответствовать биометрическим показателям людей. Так как это примеры видения будущего, конечно, ни о запасе хода или максимальной скорости данных нет. Но стоит сказать, что технологическая база для такой разработки у GM есть. Это мы о концепте шаттла Cruise. Насчет одноместного дрона, то имеем следующее. Рабочее название Vertiport. Воздушный аппарат должен будет работать в связке с наземным шаттлом. Но предполагается и другая модель его применения. Например, с его помощью человек сможет перелетать на малые расстояния. К примеру, с крыши автостоянки или офисного здания на другую такую же точку, в пределах нескольких кварталов. Есть даже некоторые техданные по Vertiport. Как видите, у одноместной капсулы будет 4 мотора, которые будут работать от батареи емкостью 90 кВт-часов. О возможной дальности полета ни слова. Все управление во время перелета предоставлено электронике. Задача пассажира только указать место прибытия. Пока что это вся информация по этой разработке. Издание Forbes подвело итоги своей премии Forbes Transportation Awards за 2020 год. Для нас не стало удивлением то, что в номинации «Лучший продукт» награду получил электрокар Lucid Air. Этот электромобиль действительно заслуживает такой оценки. В номинации «Дебютант года» награду Forbes получил Уильям Ли, основатель и генеральный директор компании NIO. Да-да, той китайской компании, которая уже по стоимости капитализации в этом году на момент подготовки выпуска занимала третье место на Нью-Йоркской фондовой бирже. Forbes выделили, что именно уникальный подход NIO в плане создания своих электромобилей привел к росту акции компании более чем на 1000% по итогам прошлого года. И если уже говорим о современном электротранспорте, то куда же без Тесла? Так тоже решили Forbes. И как результат генеральный директор Илон Маск получил главную награду «Человек года» в области транспорта. Объяснять, за что присудили, думаем, нет смысла? Достижения Тесла говорят сами за себя. За последние 12 месяцев компания Илона Маска стала самым дорогим автомобильным брендом в мире. И как результат ее гендиректор стал самым богатым человеком на планете. К слову, об успехах производителя электромобилей из Китая компании NIO. Они решили начать этот год для себя громкой премьерой электрического седана NIO IT7. Почему громкой? Потому что для этого электрокара анонсирована батарея емкостью в 150 кВт-часов, которая будет давать пробег в 1000 км по циклу N-EDC. А еще она сменная. Об этом электромобиле мы рассказали детально в отдельном предыдущем видео на нашем канале. А если вы хотите узнавать о всех новостях и событиях из электромобильного мира Китая, то советуем подписаться на канал украинского импортера компании VoltAuto. Они еженедельно по вторникам выпускают информационный дайджест, а также делают обзоры на все самые интересные электромобили из Китая в рамках серии «Большая коллекция». Вдруг вы решили подобрать себе электромобиль по самой привлекательной цене? То весь актуальный выбор реально продающихся авто вы найдете на канале VoltAuto, в мессенджере Telegram. Ко всем электромобилям публикуются основные технические характеристики и, само собой, цена. Перейти на канал в YouTube или в Telegram вы можете, кликнув по ссылкам в описании под этим видео. В этом году первая новость из мира электрических пикапов пришла от компании Lordstown Motors. Они объявили, что получили уже больше 100 тысяч предварительных заказов на электропикап Endurance. Напомним, что и в ноябре 2020-го это число было в два раза меньше. Большую часть предзаказов сделали разные фирмы, госорганы и военные США. Так, чтобы вспомнить, то Lordstown Endurance – это электропикап с четырьмя мотор-колесами и запасом хода в 400 километров. К слову, сейчас на видео вы видите, на что способна по проходимости основа именно этого пикапа. Обратите внимание, как отрабатывает каждое мотор-колесо. Все характеристики самого электромобиля мы рассказывали в сборном видео по всем электрическим пикапам за прошлый год. В этом вот видео. Ссылка в описании. К 2025 году компания Renault выпустит по меньшей мере 7 новых электромобилей. Такие данные содержат новая стратегия развития марки, которую в конце прошлой недели обнародовали в компании и о которой мы детально расскажем в выпуске новостей в эту среду. Да-да, вы все правильно поняли. На этой неделе мы планируем сделать еще минимум один новостной выпуск. Если хотите смотреть в будущем два новостных выпуска в неделю в течение всего года, пишите в комментах словосочетания «Я также за среду». А пока что скажем, что одним из семи будущих французских электрокаров будет новый для публики компактный хэтчбэк. Его вы сейчас как раз видите. Этот прототип как раз представили в четверг с рабочим названием 5 EV. Дизайн Renault 5 Prototype основан на почти культовой модели R5 для этой французской марки. Как раз сейчас вы видите ее на экране. Глава концерна Лука де Мео сказал следующее, цитата. «Этот серийный электромобиль будет продаваться по такой цене, которую большее количество людей сможет себе позволить». Конец цитаты. Ни технических подробностей, ни деталей по интерьеру пока что нет. Как говорится, пока что это чистый прототип. Еще расскажем о таком. Южнокорейский производитель также уже активно продвигает свою будущую электроновинку. Компания Hyundai опубликовала несколько фототизеров первой модели суббренда IONIQ, а именно электрокара IONIQ 5. Компания подкрепила объявления видеороликами, в которых показывают возможность этого электромобиля дать электричество для работы беговой дорожки, аудиосистемы или же микроволновой печи в глубоком лесу. Конечно же, эта возможность подана в развлекательной форме и лишь подчеркивает электрическую основу модели. Еще скажем, что премьера новинки запланирована уже на февраль, так что, как видите, нас ожидает очень интересное начало года в плане новинок на электромобильном рынке. А на этом у нас на сегодня все. Вы смотрели новости об электромобилях и не только на канале Мегаэлектрик. С вами была Алиса. Как всегда, будем рады вашим комментариям и лайкам. А пока, до встречи в следующем видео.